Дрэксианский центр управления Пузырь-1 Лордовскому крейсеру 8-203X Пожалуйста, проявите особую осторожность при прохождении аквасооружения на обочине Аквабана. Повторяю, проявите особую осторожность. Дрэксиа Дуэт Джеймса Стинсона и Джеральда Дональда – важнейшие электромузыканты 90-х. В составе Underground Resistance они стали одним из основоположников более жесткого детройтского взгляда на жанр. Но если другие детройтцы искали вдохновение в космосе, Дрэксиа спустились под воду. Зачем Дрэксиа поместили детройтскую электро под воду? Привет, это Дрэксиа, пришедшая из морских глубин. Расскажи мне про идею и концепцию Дрэксиа. Впервые мифология Дрэксиа была объяснена в аннотации к сборнику под названием «Квест». Там рассказывалось про беременных африканских рабынь, которых бросали за борт во время их путешествия в Америку, если те оказывались больными или ненужными. Эти женщины рожали детей, которые не нуждались в воздухе, что привело к появлению дрэксианских племен, развившихся гораздо сильнее человеческой рас. Я хочу сделать что-то концептуальное, что перенесет людей куда-нибудь, вместо того, чтобы давать им все то же самое, что они видят каждый день, когда выходят на улицу. Дональд и Стинсон жили в Детройте, одержимым технологиями городе, который находился в упадке. В Детройте очень много всего жесткого, и это можно встретить повсюду. Мы начали создавать, каким думали должен быть мир, какой должна быть жизнь, по нашему мнению, для всех остальных. И я думаю, это появилось отсюда. Тем самым они стали частью движения, называемого афрофутуризм. Которая появилась в начале 50-х, благодаря Сан-Ра. Музыка здесь не такая, как на остальной планете. Сан-Ра придумал себе космического персонажа, утверждавшего, что он не просто прибыл из будущего, но и с другой планеты. Мы здесь создали колонию черных людей. Посмотрите, на что они способны без белых. Эти афрофутуристские темы проходят через черную музыку 70-х. От джазовых экспериментов Майлза Дэвиса и Элис Колтрейн до обкуренного даба Лис Крэч Перри и электронного фанка Джорджа Клинтона. Есть глубокая убежденность, что мы не отсюда. Что мы с планеты Сириус в созвездии Орион. Если ты афроамериканец и живешь в стране, где твои родные не могут следовать собственным культурным традициям, потому что они были рабами, привезенными из Африки, ты адаптируешься по-своему, ты воссоздаешь свою вселенную. Это произошло давным-давно из необходимости оставаться разумным в сумасшедшем мире. Как и многие музыканты до них, Стинсон и Дональд справлялись с этой травмой в истории жизни черных, представляя альтернативное будущее. Но благодаря новому поколению, охваченному возможностями электронной музыки, звук афрофутуризма развивался. Начало 80-х было переломным моментом, по крайней мере для меня, в познании всего, что касается электронной музыки. Растущая доступность электронных инструментов направила эту музыку в сторону ориентированного на технологии футуризма. Черпая вдохновение у таких групп, как Yellow Magic Orchestra и Kraftwerk, Электро и хип-хоп 80-х эволюционировали, соединяя истории жизни черных с электронными битами и синтезаторами. В то же время продюсеры вроде Egyptian Lover брали вокодеры из этала диско, чтобы звучать еще более роботизированно. Мне кажется, что многие электромузыканты в глубине души хотели быть звездами R&B. Дрексия же двигались в абсолютно противоположном направлении. Дрексия создавали электро, звучавшие гораздо футуристичнее, чем что угодно до них. У воды есть много разных свойств, много разных форм и разных состояний. Это один из самых могущественных элементов на этой планете. Их жесткие арпеджио и тяжелые басовые линии являются отражением удивительной силы воды, имитируя брызги волн и тягу прилива. Нам нужна была акустическая сторона всего этого, четкая картина мира Дрексия и людей, и как они живут там. Дуэт наполнял содержанием этот подводный мир через названия треков, обложки релизов и случайные обрывки фраз. Это были подводные люди, которые жили в мегаполисе в пузыре воздуха. Они ездили на подводных червях и занимались подводным джиу-джитсу. На протяжении восьми альбомов, известных как Серия Штормов, дуэт собрал воедино яркую историю о Дрексии. В результате они добавили к своему морскому происхождению и космос, раскрыв, что на самом деле их предки были с далекой планеты. Музыка стала более открытой, превращаясь из подводного электро в астроэлектронику. Это откровение поместило музыку Дрексия в огромную семью афрофутуристов, которые видели в космосе не только место для побега, но и свой законный дом. У нас в Детройте есть удивительное количество источников, связанных с научной фантастикой, в концепции нашего космического путешествия. Я думаю, что это проявлялось со временем. Последний альбом Дрексия положил конец их истории в эпическом стиле. Дрексианцы наконец вернулись на свою родную планету. Альбом был назван в честь звезды Грава-4, которая существовала на самом деле. Позвоните по номеру на экране или заходите на наш сайт, дайте имя звезде в Международном Звездном Реестре, это будет самый обсуждаемый подарок. Стинсон и Дональд на самом деле приобрели звезду и назвали ее Грава-4, что поместило их афрофутуристический эпос в реальное место. Как отметил афрофутурист Кодво Эшен, Дрексия основывается на имперском праве колонизировать межзвездное пространство. Абсурдность покупки далекой звезды никоим образом не уменьшает договорные обязательства перед группой. Договор встречается с акустическим вымыслом и с астрономическими картами. Приобретя звезду, Дрекси оставили след в конкретном месте во Вселенной и сделали свой афрофутуристический вымысел частью реального мира. Хотя они прекратили создавать музыку после смерти Стинсона в 2002-м, их записи до сих пор считаются самыми инновационными, футуристичными и вдохновляющими в жанре электро. Я думаю, что причина, по которой миф Дрексия вдохновляет сейчас стольких людей, в том, что это история аутсайдеров. То, что Дрексия дает каждому, так это дар воображения. Грава 4 заканчивается треком, который называется Astronomical Guidepost. Он призывает слушателей, а может дрексианцев, Это ознаменовало собой конец истории, которая оказалась одной из самых ярких во всей танцевальной музыке. Оставайся глубоко, оставайся под давлением. Дрексия уходит. Дрексия уходит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...